Уважаемые коллеги, друзья, добрый день всем. У нас сегодня очередной вебинар нашего проекта Project Point, где мы с вами поговорим о главном. А главная тема, это, конечно, устойчивое развитие и повестка ESG. Меня зовут Оксана Клименко, я президент Ассоциации Проектный Альянс. И если кто-то будет смотреть наш вебинар впервые, то пару слов о том, чем наша ассоциация занимается. Проектный Альянс отпраздновал свои 6 лет присутствия в России и странах СНГ. Есть сетка партнеров, с которыми мы активно работаем и способствуем продвижению повестки устойчивого развития ESG через реализацию проектов и программ. Наша партнерская сеть растет из года в год, и это означает, что интерес к теме, он не только не ослабевает, но он растет. Мы проводим курсы, семинары, вебинары, форумы, конкурс GPM Awards при поддержке аналитического центра при правительстве Российской Федерации, где отмечаем лучшие практики проектов в сфере устойчивого развития достижения в социальной, экологической, экономической и управленческой сфере. И в рамках 32-го конгресса мы провели совместно с инжинирингом дивизионом Росатома и Ассоциацией САВНЕТ саммит по устойчивому управлению проектами, который дал как раз очень хороший толчок к развитию тематики устойчивого развития в реализации портфелей, программ и проектов крупных организаций, государственных, квази-государственных и различных отраслей и бизнеса. Мы являемся также представителем Green Project Management Global. Это организация, которая занимается распространением подхода устойчивого управления проектами. И в данном случае проектный альянс является официальным представителем Green Project Management Global в СНГ. Пару слов о этой организации. Опять же, для тех, кто смотрит наш вебинар впервые, Green Project Management была создана в 2009 году в тесном сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций, с Глобальным Договором ООН. И это сотрудничество и это взаимодействие продолжается и до сих пор. Представлена Green Project Management, организация в разных странах мира, на разных континентах. Есть собственный подход методологический, PRISM Projects Integrating Sustainable Methods. И проводит эта организация тренинги, обучение, обучающие образовательные программы, сертификацию компетентности специалистов в устойчивом управлении проектами, сертификацию проектов и сертификацию организаций. И это единственный на сегодня первый такой в мире подход, который интегрирует методы проектного управления с принципами и конкретными технологиями, которые можно применить и измерить результат в сфере устойчивого развития. Ну, вот коротко о нас. Я сейчас презентую нашего гостя сегодняшнего вебинара. И для нас это большая радость и большая честь приветствовать нашего коллегу из Казахстана. Асилбек Жангулов сегодня наш гость вебинара. И он является руководителем проектного офиса компании CleanField Казахстан по трансферу зеленых технологий. И Асилбек также является управляющим партнером Green Technology Hub – Центра зеленых финансов МФЦА Казахстана. Есть много других заслуг и регалий. Дальше, я думаю, Асилбек вы тоже о себе расскажете более подробно. Для начала нашей сегодняшней беседы вот такой вопрос. Вы очень многое время посвящаете работе в отрасли нефтегазовой. И наверняка есть свои особенности, каким образом именно в этой отрасли происходит развитие тематики устойчивого развития ESG. И нам будет очень интересно узнать ваш опыт, ваше экспертное мнение. Поделитесь, пожалуйста, как вы видите эту повестку в нефтегазовой отрасли в целом глобально в мире и конкретно в республике Казахстан. Мы с удовольствием будем слушать. И вы будете делиться хорошими практиками, а мы их будем брать на замену. Добрый день. Спасибо, Оксана. Я приветствую участников сегодняшнего вебинара. Рад присоединиться к проектному альянсу. Вот мы недавно подписали соглашение, что мы являемся территориальным партнером проектного альянса в республике Казахстан. В отношении нефтегазового сектора и про тематику ESG, сейчас у нас очень интересные происходят ситуации, когда любое обсуждение на деловой среде, когда встречаются руководители компании или проходит какое-то техническое или стратегическое совещание, минуты через две любое совещание сразу съезжает на тему ESG. Это вот то, о чем говорят практически на 100% совещаний, на которых я присутствую по разным причинам. Тема ESG интересует и волнует практически все компании, нефтегазовые в том числе. У нефтегазовых компаний свой вызов, на них оказывают влияние тектонические изменения, как в отрасли, так и в мировой экономике. То, что происходит, переход на низкоуглеродное развитие, стратегия, которая в Казахстане 2 февраля этого года принята президентом Республики Казахстан, декларирует переход к углеродной нейтральности к 60-му году и очень сильное сокращение использования углеводородного сырья. До 30-го года почти 15% сокращения потребления углеводородного сырья будет происходить за счет разного рода регуляций. И для нефтегазовых компаний это вызов номер один, как приближающийся трансграничный углеродный налог СИБАУН, так и изменения в мировой экономике и внутри нашего общества, большие изменения происходят. И вот до начала сегодняшнего семинара я хотел у Оксаны как раз уточнить, что нефтегазовый сектор Казахстана, тренды развития, они сильно отличаются от тех трендов, которые в ведущих мировых нефтяных компаниях существуют. Да, у нас ведущие нефтяные компании, это в основном компании с государственным участием или же с иностранным участием, они довольно на высоком уровне внедряют у себя практики корпоративного управления, отчетность в области устойчивого развития. Компания Казмунайгаз, это наша главная нефтегазовая компания, она имеет первый или второй всегда в рейтинге ЕЖИ по Казахстану, по Sustainable Analytics или по S&P, но остальные компании не смотрят, они смотрят и изучают, как бы им начать понимать и внедрять практики ЕЖИ у себя. приглашают консультантов, звучат пожелания, чтобы больше экспертов появлялось в этой области и частные компании. Как бы есть основной дивизион нефтяных компаний, это добывающие государственные и международные компании, и второй дивизион, это частные компании казахстанские, где владельцы являются граждане Казахстана, уже в этом году начинают уже внедрять ЕЖИ стратегии у себя. Прошлый год прошел у нас несколько встреч, это были краткий консалтинг по поводу ЕЖИ-скрининга или ГЭП-анализа. Сейчас уже идут контракты, заключаются контракты на формирование и утверждение стратегии и внедрение ЕЖИ, и развитие ЕЖИ, практик в компаниях. Вот ЕЖИ, нефтегазовых компаний, нефтегазовых, нефтесервисных компаний. Тут у нас два фактора или два драйвера, которые недостаточно сильно проработаны, от с одной стороны, и будут иметь некие наши региональные особенности в связи с особенностями региона. Если говорить об обществе, как раз Мангистауский и Атрауский регион, у нас общество достаточно активно проявляет свою социальную позицию. Невтяники в Актау и в Мангистау очень часто проводят забастовки, и внимание к фактору ЕЖИ-С. Оно у нас особое, и оно будет иметь свои региональные особенности. Здесь очень много непроработанных вещей, и сейчас это очень глубоко и сильно прорабатывается нашим экспертным сообществом. Ну, а экологический фактор, да, экологический фактор тоже достаточно серьезен, но он как раз-таки подчинен общемировым трендам, да, это снижение углеродного выброса, улучшение экологического состояния, соблюдение экологических нормативов. Вот, мы, вот, как Green Technology Hub имеем соглашение о сотрудничестве с Союзом нефтесервисных компаний Казахстана. Мы в прошлом году, в июне месяце, вместе с 19 остальными компаниями основали национальный ЕЖИ-клуб, где обсуждаем и прорабатываем вопрос внедрения ЕЖИ-стратегии, ЕЖИ-практики в Казахстане. На сегодняшний день национальный ЕЖИ-клуб включает в себя уже больше 90 компаний, и одним из ведущих участников национального ЕЖИ-клуба в Атрау, в нефтегазовом секторе, является наш партнер, это Атрауский институт нефти и газа, который одним из первых в Казахстане у себя открыл кафедру устойчивого развития. Там не совсем ЕЖИ, там SDG, но тем не менее достаточно много и активно Атрауский институт нефти и газа устойчивого развития в Атраусском регионе продвигает. По-моему, на прошлой неделе там очень крупные международные форумы прошли нефтегазовых компаний, и там на повестке дня как раз и HR стоял вопрос, HR и устойчивого развития. Асилбек, спасибо большое за такой обзор трендов, которые есть в мире, и как они в прикладном варианте реализуются в Республике Казахстан, и через отраслевые сообщества, то, что вы делаете, это, конечно, замечательный пример, создавая такой клуб, платформу, площадку, где можно как раз обмениваться хорошими практиками и вместе думать, как преодолеть те или иные вызовы, как с ними справиться. Вот, в частности, если есть особенности с буквой S, да, social, то что можно в этом плане улучшить. Это очень здорово. А давайте теперь вот такой вопрос задам. Трансфер зеленых технологий. Тема заявлена такая, а вот что за зеленые технологии, чем занимается центр, чуть подробнее об этом, расскажите, пожалуйста, и какие именно зеленые технологии, и куда вы их передаете? Трансфер – это передача, распространение технологий. И потом мы с вами уже перейдем непосредственно к кейсу, компания, о котором расскажем нашим слушателям. Да, это очень хороший вопрос, что такое зеленые технологии, потому что очень в разных аудиториях разное понимание, что такое зеленые технологии. И мы, проводя отбор зеленых проектов, участвуем в различных комиссиях по оценке и конкурсам по зеленым проектам, видим разные проекты, которые нацелены или направлены на экологические вопросы. Мы же применяем достаточно простой термин, у нас есть определение, что такое таксономия, но чтобы проще и быстрее определить, что такое зеленый проект, это любой проект, который ведет к устойчивому снижению углеродного следа на проекте. То есть если вы реализуете какой-то проект, связанный с энергоэффективностью, уменьшением выбросов, устранению отходов, сокращению энергопотребления, для нас это все является зелеными проектами, а технология, которая при этом используется, соответственно является зеленой технологией. Вот достаточно простой термин, достаточно простое определение, связано как раз с тем, что снижение углеродного следа для нас является одной из важных и критически серьезных задач. В Центральной Азии, в нашем регионе, у Казахстана особое место, мы являемся одним из самых больших загрязнителей окружающей среды по выбросам углерода по сравнению с Киргизией, Узбекистаном и так далее, потому что наша энергетика, она вся основана на традиционной генерации, то есть это в основном уголь, сжигание угля, и по количеству выбросов на душу населения, к сожалению, Казахстан входит в топ-7. Поэтому для нас очень важно привлекать как можно больше проектов, которые будут способствовать переходу Казахстана на более эффективные технологии, которые позволят уменьшить углеродный след Казахстана и снизить как раз вклад нашей страны во всеобщее загрязнение окружающей среды. Ну и Green Technology Hub, как раз являясь дочерней компанией Центра зеленых финансов, имеет возможность как привлекать финансирование, так и готовить идеи, стартапы, какие-то компании, которые хотят заниматься зелеными проектами, к получению такого финансирования. Хорошо, с этим понятно. Нам стало более понятно, что вы подразумеваете под термином зеленые проекты, зеленые технологии. В основном это, конечно, снижение воздействия негативного на окружающую среду. Это как раз буква И, да, экологический аспект. А вот как организуется трансфер? Есть ли какие-то механизмы, чтобы понимать, а в чем состоит такая ценность, да, и какие механизмы вы используете, чтобы эти практики распространить? Понятно, что вы можете содействовать финансированию таких проектов, отбирать их, оценивать, если они соответствуют критериям, которые определены как зеленый проект, да, или зеленая технология. Конечно, вы оказываете поддержку. А вот как происходит трансфер? Все-таки если компания заявляется с каким-то одним проектом, она получает от вас финансовую поддержку или что-то еще, дальше она реализует этот проект. Ну, насколько я понимаю, поправьте, если это не так. А масштабирование, вот трансфер-то в чем заключается? Вот здесь вот интересный тоже вопрос, Оксана. Green Technological G-Hub, у него смешанная форма организационная. Половина компаний, это частные компании, частные участники, в том числе и я, мы предприниматели. И общаться любим в основном с такими же, как и мы, предпринимателями, которые достаточно четко видят цель, не какие-то там эфемерные цели достичь лучшего будущего для всех, они хотят достичь лучшего будущего конкретно для себя, заработать денег, привести технологию, технологию желательно, чтобы она была зеленой. И чаще всего предприниматель сам понимает, как он ее будет реализовывать. Если он чего-то не понимает, у нас есть возможность помочь ему с экспертизой, имея доступ к сообществу таких же предпринимателей, как и мы, мы смотрим, как какую-то технологию можно локализовать, часть производства технологического оборудования можно производить на территории Казахстана. Соответственно, каждый раз это отдельный проект, здесь нету какого-то там общего правила, общей методологии, мы каждый раз импровизируем, это каждый раз agile, каждый раз новый проект. Честно говоря, у нас вот за годы работы с государством четкое понимание сложилось, что излишняя бюрократизация, излишние регламенты и правила, они очень сильно тормозят процесс, и правила, которые придумывает бюрократический механизм государственный, они срабатывают в нашем случае. Технологии сами по себе достаточно динамично развиваются, если следовать тем правилам, которые прописывает государство, к моменту внедрения эта технология будет уже старой. То есть у вас получается механизм такой акселерации внедрения зеленых технологий, если участники приходят в Green Technology Hub, и вместе могут свою идею продвинуть, могут поучиться друг у друга, обсуждаете, как предприниматели вы тоже общаетесь, делитесь с практиками и помогаете эти технологии внедрить быстрее. Естественно, при соблюдении нормативных и других там актов, да? Да, вы знаете, очень хорошая база для понятия нашей компетенции была в 2017 году, когда в Казахстане проходила международная выставка Экспо-2017, которая была посвящена энергии будущего. Там понятно, что для многих людей был разный эффект от этой выставки. Для нас, чисто как для специалистов в области энергетики и в области технологии, это было очень полезно, потому что это была хорошая возможность познакомиться сразу со всеми мировыми достижениями в области энергетики на месте. Да, прошло уже 6 лет почти, но знания, они пока что достаточно актуальны, или хотя бы мы знаем, кто лидеры на этом рынке, с кем можно контактировать. Вот это было хорошим стартом для развития наших компаний в области трансферотехнологий. У нас завязались прямые связи с Германией, с Кореей, с Россией в том числе, США. Мы заключили разные технологические альянсы, обмениваемся опытом, получаем от них информацию о их достижениях в области зеленых технологий. И каждый раз это достаточно интересно. Получается, ну, учитывая опыт 2017 года, мы продолжаем ездить на международные форумы и отслеживать дальнейшие тренды в области энергоэффективности, зеленых технологий, биотехнологий в том числе. Вот, и сегодня мы, наверное, как раз расскажем про проект, который в области биотехнологий. Да, замечательно. Спасибо большое. И самое время перейти как раз к примеру, на котором мы покажем, как могут быть реализованы замечательные идеи зеленых технологий и привнесены в практику и в жизнь. Коллеги, кто нас смотрит сегодня, я буквально пару слов скажу о том, что такое оценка проекта по модели GPM 360. Мы возвращаемся к организации Green Project Management Global как разработчику методологии PRISM и как разработчику вот такой модели, по которой можно померить, устойчив ли ваш проект. Вот как раз о проекте, о котором сегодня пойдет речь, он был проверен, сертифицирован, доказал свое соответствие требованиям международного стандарта Green Project Management Global, стандарт P5, это продукты, процессы, люди, планета и процветание. И с помощью этой оценки компания может получить фидбэк, вот такой развернутый отчет от асессоров, которые проверяют проект, посмотреть, насколько принципы устойчивого развития хорошо или очень хорошо реализованы в данном конкретном проекте и, конечно, помочь команде осознать те области для улучшений, которые есть. И все это делается с помощью скоринговой модели и с помощью определенной постановки KPIs в отношении устойчивого развития в конкретном проекте. Вот что такое международная оценка? Ну, понятно, что все мы делаем, все развитие происходит в бизнесе через проект, и именно проекты создают новую ценность для бизнеса, для общества, и проекты реализуются в разных сферах. Мы сегодня говорим о нефтегазовом секторе и о конкретном кейсе, который реализован компания «Квинфилд Казахстан». Если говорить про оценку 360, то, конечно, здесь оценивается воздействие, вот тот самый импакт, который может данный проект привнести во время его реализации. Нам важно посмотреть сам процесс организации проекта и удостовериться, что он не несет никаких вредных последствий или влиянии в плане экологии, общества и экономики. Ну и, конечно, нужно взять во внимание продукт, который создается по итогу реализации проекта и быть уверенным в том, что и продукт, когда он создан и уходит в эксплуатацию, будет жить еще долго, приносить пользу и, как минимум, не вредить данным трем аспектам устойчивого развития, а еще лучше, если приносить вот этот позитивный импакт. Стандарт, который я упомянула ранее, это стандарт Green Project Management и 5P сокращенно, можно этот стандарт скачать и изучить и применять в ваших проектах совершенно свободно, он в открытом доступе, является открытой базой знаний и любой проектный руководитель или руководитель организации может этот стандарт применять в своих проектах, программах и портфелях. Там есть очень четкая структура элементов, я не буду подробно останавливаться, но если вы так хотя бы посмотрите в общем виде, вы найдете, конечно, оценку по более чем 50 элементам воздействия социальное, воздействия экологическое, воздействия экономическое. И нам важно, чтобы в каждом проекте соблюдался баланс этого воздействия и как можно более позитивные эффекты были во всех этих трех областях. Ну и это, конечно, минимизация возможных рисков, когда делается вот такой подробный глубокий анализ по элементам, мы можем посмотреть, а что в проекте нужно улучшить или если это делается ретроспективная оценка, что можно было бы улучшить, в каком конкретном элементе и какие меры можно предусмотреть сейчас с тем, чтобы минимизировать возможные риски. И в плане устойчивого развития мы принимаем к такой оценке проекты на разных стадиях, что интересно, и в нашем портфолио оцененных проектах есть проекты идей, которые только планируются к реализации, и на стадии уже предпроектной оценки формирования осколков, формирования бизнес-плана, обоснования проекта, мы уже можем провести такую оценку. Чем хорошо это сделать в начале, на стадии проекта и идеи, это предусмотреть как раз возможные риски, связанные с тематикой устойчивого развития, и правильно это все заложить уже в плане проекта, с тем, чтобы мы своим проектом не навредили, а обеспечивали бы позитивный импакт. Что хорошо, можно свой проект, который вы уже реализуете, тоже оценить, мы называем этот проект в процессе реализации In Progress, и в этом случае здесь две цели. Первая, это посмотреть интроспективно, что уже сделано и что могло бы быть лучше, что мы не учли на предыдущих фазах или этапах проекта, и составить такую дорожную карту с четкими KPIs, которые можно выполнять, чтобы улучшить ситуацию и вот это положительное воздействие самого проекта и его продукта до конца его реализации и после того, как продукт готов и он начинает свою такую службу уже как готовый актив. И, наконец, завершенные проекты, это completed вариант, когда проект уже завершен, вы скажете, ну а зачем проходить такую оценку, уже мы сделали проект, мы достигли результата, а вот как раз за тем, что вы же делаете не один проект, а в вашей жизни или в вашей организации существует как минимум следующий проект или у вас целый портфель проектов. И вот научиться на одном проекте использовать эту методику очень здорово, потому что вы можете, говоря языком о СЛБе к вашей компании, сделать такой управленческий трансфер на другие проекты, тем самым сэкономив огромное количество времени и усилий с тем, чтобы заниматься системно, используя один и тот же метод, применяя его ко всем проектам, чем каждый раз заново придумывать какие-то системы оценки или докручивать свои критерии и так далее. Вот это единообразие, гармонизация подходов к портфелю проектов, она возможна, если мы проведем оценку одного проекта, завершенного, и можем передать Lessons Live весь наработанный опыт, учесть их уже в последующих проектах. Вот, собственно, этапы оценки, и я думаю, что все уже заждались прямо услышать кейс о СЛБе, тогда я вам с удовольствием передаю слово. Действительно, этот проект достаточно уникальный, не буду забегать вперед, поэтому ждем тогда вашу слайдовую презентацию и с удовольствием послушаем про конкретный проект реализованных в Казахстане. Хорошо, спасибо. Ну вот, спасибо большое. Сам проект называется и направлен на защиту окружающей среды и очистку уже загрязненных территорий, но чуть-чуть если возвращаясь назад, хотел рассказать о том, что побудило компанию пройти сертификацию GPM 360. Началось с того, что, как я уже говорил, нефтегазовые нефтесервисы компании уже присматриваются к внедрению ЕСЖ и получению хоть каких-то свидетельств о том, что компания является приверженцем или выполняет какие-то ЕСЖ политики и требования, но для многих компаний получение рейтинга ЕСЖ является недоступным или же очень сложным процессом и проанализировав существующие системы сертификации или подтверждения международные, что же может являться фактом подтверждения того, что в компании внедряются практики устойчивого развития, мы обратили внимание как раз на сертификацию GPM 360 и предложили компании Клинфилд пройти такую сертификацию их проекта, поскольку и сам владелец или инициатор этого бизнеса считает, и мы тоже увидели, что компания занимается очень хорошим, очень перспективным делом и обеспечивает восстановление и защиту окружающей среды, удаление нефтегазовых загрязнений на территории нефтеперерабатывающих заводов, используя уже современные и правильные технологии, которые прошли проверку, международный опыт имеют, и вот это действительно первый, даже не говоря о том, что она уже получила сертификацию GPM360 действительно первый в Казахстане проект, где используется собственная запатентованная технология и происходит реальная очистка достаточно сложных и масштабных нефтяных загрязнений, которые реализует компания Cleanfield в Казахстан. Вот у нас в Мангистаевской области. Здесь слайд, который немножко говорит о моем опыте, я уже в предыдущем своем выступлении немножко рассказал про себя, я занимаюсь проектным управлением уже больше 25 лет, мой бэкграунд из телеком, из IT, постепенно, постепенно IT-практики, IT-технологии перетрансформировались уже в управленческие практики и управление проектами. Есть опыт в частном бизнесе, есть опыт в госсекторе, и вот последние 10 лет мы создаем разные проектные офисы или офисы управления проектом в разных организациях. Проект Cleanfield в Казахстане он очень масштабный, очень интересный, и там кроме самой технологии по очистке нефтезагрязненных грунтов имеется еще порядка 14 различных проектов в области научных исследований, дополнительных перспектив, коммерциализации, и там сформирован небольшой проектный офис, которым мы вместе с партнерами занимаемся. Здесь на этом слайде показана реальная фотография реального полигона исторически загрязненных территорий на вблизи поселка Житебай Манхистауской области. На фотографии слева снизу порядка 20 гектар исторически загрязненной территории, где около 40 лет выбрасывались, сбрасывались отходы нефтяного производства. Под этой коркой из глины и саксаула порядка метра нефтепродуктов, совершенно разная структура, совершенно разной природы. К сожалению, эта территория слабо охраняется, и периодически туда недобросовестные компании продолжают сбрасывать нефтепродукт, что продолжает дальше загрязнять окружающую среду, нефтепродукт окисляясь, выбрасывают канцерогены в воздух, и вот эта территория становится еще больше загрязненной и безжизненной. И таких участков на западе Казахстана достаточно много, только вот на вот этом полигоне почти миллион тонн нефтезамазучного грунта, очисткой которого занимается компания Клинфилл Казахстан. Сама идея о том, чтобы привести новую технологию для очистки возникла еще в 2014 году, когда инициаторы проекта работали на месторождении Узень, и в одной из зарубежных командировок увидели, как с такими загрязнениями работают в Норвегии, как работают в Дании. Встретились с датской компанией, с разработчиками оборудования из Норвегии и привезли пилотную установку Узень и провели опытно-промышленные испытания вот этой технологии датско-норвежской совместной технологии, которые были успешны и дали возможность через несколько лет уже заключить первый контракт на очистку нефтезагрязненных территорий от Мангистаусской области. Технология очистки нефтезагрязненных грунтов она почти везде классическая. Сначала грунт извлекается из полигона, транспортируется на специально подготовленную площадку. площадка должна быть иметь гидроизоляцию, должна иметь лабораторию для определения загрязненности, взвешивания. Весь завезенный грунт должен обязательно пройти регистрацию, после чего происходит сам непосредственно процесс очистки. Компания Клинфилл Казахстан используют двухэтапную очистку грунта. Первый этап это специальная установка IGX с использованием кавитационной установки, когда грунт смешивается с водой и в специальных центрифугах разгоняется вот эта уже смесь и в процессе циркуляции происходит физический процесс кавитации, когда молекулы нефтепродукта отрываются от песка с глиной и извлекается отдельная эмульсия. А уже освобожденный от нефтепродукта грунт переносится на следующий этап биологической очистки. И уже в процессе биологической очистки применяются нефтекистающие бактерии, уже собственной казахстанской аборигенной еще их называют бактерии, обнаруженные нашим институтом микробиологии именно в Атараусской и в Актаусской местности продолжают работать, окислять оставшийся нефтепродукт и в результате получается практически чистый грунт, который может пользоваться для озеленения, для благоустройства. Содержание нефтепродукта там уже минимальное, поскольку бактерии от нефтепродукта до тех пор, пока он вообще присутствует в грунте. Такой технологии в Казахстане не применяет ни одна компания, кроме Климфилл Казахстан. И результаты прошлого года показали, что все компании, которые приносили в этот регион технологии, не достигли такого успеха, как компания Климфилл Казахстан. Поэтому технология дальше развивается, компания дальше развивается, к ней очень большой интерес, не только к Казахстане, но и в других страхах. Будем надеяться, что у нас все будет получаться, так как мы видим. У данный конкретный проект законтрактованный согласно этого контракта в течение двух лет, оставшихся уже двух лет, должно быть очищено 388 тысяч тонн нефтезагрязненного грунта. То есть это тоже уникальность в чем почти тысяча тонн в сутки должна перерабатываться вот этим комплексом. Мы не знаем ни одного проекта в мире, который имеет такую же производительность. Даже сами производители оборудования из GX сказали, что мы никогда раньше такой мощности оборудования не производили. Поэтому это тоже очень интересный опыт и для нас, для всех, и для Казахстана используют все эти вызовы, все эти наработки как это учредители, владельцы компании увидели очень много дополнительных для себя возможностей и решили что технология, которые они применяют может быть внесена в специальный справочник наилучших и доступных технологий по биоремедиации грунта или ремедиации грунта. И сейчас вот нашей командой ведется работа для того, чтобы саму технологию описать, доказать и через некоторое время постараться сделать ее включенной в справочник на лучшем доступе технологии. Да, мы получили большое количество сертификатов, сертификат в соответствии, запатентовали технологию, запатентовали собственный метод биологической очистки и кроме всего прочего компания очень много времени уделяет процессам управления и внедрению современных методов управления. Опять же, возвращаясь к ESG и особенностях ESG в Казахстане, месторождение JTBI это одно из самых проблемных для казахстанских властей место. Этим летом там была забастовка и голодовка работников, но она не коснулась именно нашего объекта и когда бастующие блокировали доступ к месторождению, только специалисты Климфилд Казахстан имели свободный доступ, то есть бастующие, митингующие нефтяники, видя логотипы или машины компании Климф в Казахстан, они расступались, наши сотрудники проезжали, а остальные там и полицейские, и администрации, они все проходили через эти кордоны только пешком. Это очень интересный был факт, который мы наблюдали, в том числе и благодаря тому, что мы декларируем ответственное отношение к персоналу, к окружающей среде, мы говорим, ребята, мы же вам работу даем, мы же очищаем вашу землю, они говорят, вот Климфилд Казахстан это хорошая компания, остальные девочки, вот такой был факт интересный. И вот еще один у нас есть теперь значок, который подтверждает принципы и стремления компании становиться лучше и зеленее, благодаря Green Project Management у нас теперь есть подтверждение, что проект Климфилд Казахстан является сертифицированным по программе GPM 360 и в дальнейшем компания будет стремиться улучшать и развивать практики устойчивого развития в своем бизнесе. Да, на этом слайде да, о чем хотелось сказать. Благодаря консалтингу, благодаря прохождению процедуры оценки сертификации для сотрудников и руководителей компании открылись те области, которые до прохождения сертификации не казались им важными, не казались принципиальными. Но если говорить откровенно, в первые встречи, в первые интервью, первый вопрос был, а зачем нам нужен этот GPM 360, какие конкурентные преимущества нам дает, мы сможем ли участвовать в тендерах и получать преимущества. Вот первые там несколько встреч, несколько бесед с менеджментом компании в основном прошли в этом ключе. в дальнейшем, когда мы больше и глубже раскрывали тему устойчивого развития, ответственного отношения, эти вопросы постепенно снимались и менеджмент уже стал увереннее и спокойнее отвечать самостоятельно, что да, мы за социальный аспект, мы за экологический аспект, и вот реализация первых двух дает нам очень хорошие экономические выгоды, то есть здесь и на этом слайде тоже правильно поставлено, что сменились приоритеты с экономических на социально-экологические аспекты и это улучшило действительно и управление персоналом, снизило конфликты внутри персонала, внутри менеджмента и не только руководство, но и средний менеджмент начал задумываться о том, как сделать компанию еще более лучше, более устойчивее, начал изучать и читать больше про момент, во все эти аспекты сейчас перечислять не стоит. по-моему, слайды закончились. Большое спасибо, я надеюсь, не сильно много времени вашего потратил, если есть какие-то вопросы, готов ответить, рассказать более подробно. Аселбек, спасибо большое, действительно очень замечательная презентация, рассказ о кейсе и о достижениях и о перспективах. Я не знаю, мало вы времени, наверное, по моим ощущениям, для такого кейса выбрали, но мы можем с вами продолжать и делать такие встречи более регулярными, когда наши казахстанские коллеги, компании, которые пройдут сертификацию или без сертификации, но у них будет какая-то интересная технология, которой можно поделиться, мы вот с удовольствием продолжили бы такой цикл в рамках нашего Project Point проекта. У нас есть вопросы, я сейчас, наверное, зачитаю один вопрос. Какие lessons learned при локализации технологии от зарубежных партнеров в Казахстане вы можете назвать? Речь идет о том, видимо, когда компания Cleanfield как раз подписала соглашение с датчанами, норвегами при внесении этой технологии в Казахстан. Чему научились? Да, вы смотрите, мы научились многому. мы получили практически идеальный шторм с точки зрения всех рисков, которые могли возникнуть при логистике. Проект начался, когда начались коронавирусные ограничения. Проект очень сильно сдвинулся по времени, потому что часть оборудования шла из Норвегии, потом из Турции, из Китая. Китай очень долго открывал границы. Большую часть оборудования, которое шло из Китая, мы получили с большой задержкой по времени. Когда еще не было понятно, получим ли мы вообще из Китая часть оборудования или нет, мы решили заказать некоторое оборудование местным производителем и пришли спецификации из чертежи из Дании, из Норвегии, из Китая, из Турции. Дальше вот как раз кейс из устойчивого управления GPM, кому поручить выполнение этих работ? Тем, кто дает более низкую цену и тем, кто заслуживает большего доверия. Здесь как раз сыграл, мы так грубо называем жадность, скажем так, экономический принцип, выбрали более дешевого. Экономическая обоснованная жадность на тот момент. Экономическая обоснованная жадность. Выбрали более дешевого подрядчика, который взяв предоплату и сделав условно говоря половину корпуса оборудования резко остановился, говорит, все, дальше не могу работать, нет финансирования, нет людей и так далее, так далее, у меня другие проекты. И у нас вот этот риск сыграл, что мы не получили вовремя оборудование. Потом когда пришло оборудование, возникли вопросы на ножни, возникли вопросы с температурой воздуха, оборудование пришло в декабре, его пришлось собирать, вода замерзла. Здесь мы получили массу опыта, как наверное нужно планировать проект заранее и учитывать риски. Причем, что было интересно, я как руководитель проектного офиса, еще до начала проекта, попросил всех коллег проекта назвать и обозначить риски проекта. Все свои риски обозначили, все сказали, вот такие риски есть и проговорили, как они на эти риски будут реагировать. В основном все приняли стратегию, что над нами все вышки, нас спасет и приняли стратегию игнорирования этого риска. В результате все риски практически, которые были названы, идентифицированы, все имели место быть, проект начался с задержки почти на 8 месяцев. Это приличный срок, с учетом того, что каждая задержка по времени еще влечет за собой увеличение бюджета и неполучение финансово-экономических показателей вовремя, которые задумались в бизнес-плане, бизнес-опосновании. Да, и вот если говорить про выученные уроки, вся команда получила очень хороший урок, как нужно подходить к планированию проектов, как нужно подходить к планированию, реагированию на риски. Скажите, пожалуйста, а если бы были стандарты GPM-P5, известны тогда команде на начальном этапе, с какой вероятностью меньше рисков могло бы реализоваться? Ну, я думаю, да, мы бы, видите, вот мы бы, наверное, внешние риски никак не смогли митигировать, убрать, да, вот коронавирус, потом вот этот военный конфликт в Украине тоже влияет сейчас на нас, но тем не менее, мы бы, наверное, правильнее бы рассчитали сроки и правильнее бы распределили свои ресурсы. В настоящий момент вот к этому сейчас мы только начинаем приходить, с одной стороны, с другой стороны, ну, я не знаю, после такого идеального шторма, что еще может быть подобное такому, мы пока не можем предположить. Спасибо. У нас еще вопрос есть, пожалуйста, да, комментарий есть, Ирина, вам слово можете озвучить, если unmute, да? Да, 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 большое спасибо, Оксана, Асалбек, здравствуйте, я прошу прощения, сегодня без камеры, я в дороге, вот, но невероятно интересная презентация, кейс, конечно, такой воодушевляющий. У меня вопрос следующий, вот в модели Клинфилд с точки зрения масштабирования, кто предполагается основным заказчиком технологии, это компания-недропользователь или государство, как недродержатель, да, это первая часть вопроса, второе, как стимулировать недропользователей за собой, так сказать, подчищать содеянное, да, и контрактоваться с Клинфилд Казахстан или, может быть, да, альтернативными технологиями, и третье, предусмотрено ли в модели, что в какой-то момент недропользователю выгоднее будет модернизировать, да, свое оборудование, выстраивать процессы таким образом, чтобы не проливать, не загрязнять, чем, ну, покупать технологию, да, для того, чтобы восстанавливать земли после вот такого воздействия. Спасибо большое. Ирина, хороший вопрос, отвечу сразу, да, главный успех проекта заключался в том, что в 2021 году в Казахстане принят новый экологический кодекс, на котором ответственность за загрязнение возлагается на загрязнителя. До этого законодательство не обязывало загрязнителя полностью восстанавливать нарушенные территории. И поэтому все компании, которые загрязняли, заключали субпотребный договор с какой-нибудь транспортной компанией, и все загрязнение просто перепрятывалось. Перепрятывалось, сжигалось, и так далее, и так далее. Тут параллельно сработал фактор и экологического кодекса, и то, что Казахстан подписал Парижское соглашение, и взял на себя обязательства о снижении углеродного следа, достаточно серьезное. И наши экологи очень внимательно следят за тем, чтобы эти загрязнения удалялись наиболее безопасным способом. То есть это не термическое сжигание, это не химическое там растворение там нефтезагрязняющих элементов, и перенос в более концентрированную форму, это полностью удаление нефтяных загрязнений, которые этот загрязнитель произвел. И штрафные санкции достаточно серьезные. Если загрязнитель не убирает свое загрязнение, он становится перед фактом того, что будет платить штрафы в геометрической прогрессии каждые два года. Технология сама по себе еще один фактор, то, что я сказал про НДТ, это также в экологическом кодексе установлено, что со следующего года компании будут получать экологическое разрешение только при условии, если они используют наилучше доступные технологии справочника. Поэтому мы стремимся в этот справочник попасть. Если технологии не исправочника, экологические платежи, выплаты за экологический ущерб, они каждый год удваиваются. То есть это тоже министерство экологии, наш регулятор вынуждает или принуждает компании недропользователей использовать патентовные технологии, использовать технологии специального реестра. соответственно на ваш вопрос почему или кто заставляет эти технологии применять, заставляет наша законодательство Казахстанское. Большое спасибо, очень здорово стимулы. Эти же стимулы применяются и в других странах. Программа развития ООН тоже следит за тем, чтобы эти загрязнения были как можно скорее ликвидированы наилучшим и наиболее безопасным способом. Спасибо большое, Селбек. У меня здесь возникла такая еще ремарка. Я вдруг вспомнила большой такой мегапроект Кашаганское месторождение, в котором участвовали многие зарубежные компании и он был безусловно в самом начале инвестиционно привлекательным для этих зарубежных компаний и для Казахстана конечно. И потом происходила череда вот таких крупных аварий, разрыв трубопровода и так далее, которые и окружающей среде вплоть до исчезновения или там на грани исчезновения каких-то видов животных, птиц и так далее. Огромный ущерб конечно здоровью населению людей, которые там мало того, что работают, просто живут и так далее. И мне тогда вот еще в те годы очень понравилось мудрое решение руководства Казахстана, которое было принято несмотря на то, что проект после этого решения был не сильно инвестиционно привлекателен или ну хотя бы не с теми показателями, которые ожидались в начале на этапе обоснования и вхождения в него крупных зарубежных компаний. А решение было очень простое приостановить проект. И понятно, что здесь экономический аспект, он отошел на второй план, но было принято руководством Республики Казахстан очень мудрое решение привести в соответствие экологические стандарты и нормы и требования Республики Казахстан хотя бы с теми требованиями, которые существуют в Европе, в Евросоюзе. И вот до той поры, пока законодательство не будет доработано в этой части, не будут ужесточены требования экологические, Кашаганское месторождение в этот проект, он был на паузе. После этого, конечно, были разные последствия. Я знаю, что вышла часть инвесторов и так далее, но это уже об осознанности руководства, о приверженности целям устойчивого развития на долгосрочный период. Это уже другая история. Но то, что в тот момент началась эта внимательная работа, скажем, руководства Республики Казахстан с нормативной базой, с ужесточением требований, и вот то, что вы сейчас сказали, что требования регуляторов в новое время, скажем так, они действительно продолжают развиваться и регулятор уже начинает поддавливать недропользователя о том, чтобы недропользователь применял именно МДТ-технологии. Мне кажется, это еще один тренд, с чего мы начали говорить. Это действительно тренд на развитие и совершенствование законодательной базы в этом направлении. И вот совершенствование законодательной базы, оно действительно актуально, и оно помогает таким компаниям, как Линфилд, ну и другим участникам этого большого рынка нефтегазового сектора развиваться правильно в сфере устойчивого развития, соответственным, осознанным отношением к бизнесу, к тому, что мы делаем на этой земле в конце концов. Вот такая мне пришла тут историческая параллель, я ей поделилась. Спасибо огромное. Есть ли какие-то комментарии, пожелания в завершении нашего сегодняшнего вебинара? Аселбек, пожалуйста, коротко, и будем тогда завершаться. дополнительная помощь, какая-то консультация, мои контакты все есть у Оксаны. Добро пожаловать в Казахстан, работы для проектных менеджеров здесь очень много, интерес к проектному менеджменту большой, и я говорю о реальном секторе экономики, о реальных бизнесменах, которые реально понимают необходимость и экономические перспективы внедрения качественного управления проектами. и принципы устойчивого развития для реального бизнеса это прям реальный интерес вызывает. Я не очень понимаю, зачем государству вот эти все принципы, имеется в виду не государство, а государственным чиновникам. У меня нету большого пиотета, честно говоря, государственным чиновникам. Я говорю о предпринимателях, о бизнесменах, с которыми большую часть времени я общаюсь. Спасибо большое. Мы действительно всем нашим участникам зарегистрированы на сегодняшний вебинар и тем, кто посетил, мы разошлем презентацию с вашего разрешения и будем очень рады встрече на следующих вебинарах в серии Project Point. Я буквально пару секунд еще возьму здесь и сделаю несколько объявлений важных. Если вы захотите обучиться пройти курс и сертифицироваться по Green Project Management, то еще можно успеть на летний курс, который сейчас мы объявляем на набор. 6-7 июля состоится программа обучения и подготовки к сертификации, 8 июля сертификационный экзамен. И вы сможете получить приятную промо-скидку, если успеете зарегистрироваться по QR-коду, прислать заявки на обучение, пройти этот курс самим или организовать этот курс для вашей компании. Пожалуйста, это еще можно успеть, места здесь есть, мы вас ждем. И, конечно, активно включайтесь в национальный конкурс Green Project Management Awards, который проводится в этом году в четвертый раз, и вы всю информацию тоже можете узнать на нашем сайте либо по коду. И вот национальный конкурс, это как раз оценка успешных практик и итоговая конференция, которая пройдет в декабре в этом году в аналитическом центре при правительстве Российской Федерации. Она как раз будет являться помимо деловой программы праздником проектного управления в сфере устойчивого развития. Да, вот сейчас вижу на экране появился как раз появилась информация о GPM Awards в национальном конкурсе, поэтому всячески будем рады вашему участию. Выставляйте ваши проекты, показывайте ваши хорошие практики, мы будем рады ими делиться тоже с нашим профессиональным сообществом. И всегда на связи наши координаты у вас есть, ассоциация проектный альянс. Огромное спасибо компании CleanField за предоставленную сегодня возможность поучиться вашему кейсу. Огромное спасибо SLB вам и до скорых встреч. Я думаю, что мы не прощаемся и будем рады видеть вас в качестве спикера, участника обсуждений, дискуссий, круглых столов в дальнейшем на наших мероприятиях. Спасибо. Спасибо всем, удачи в проектах, удачи в бизнесе. Спасибо, всего доброго. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok